Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Что значит «воцерковление» и как понять, что ты «воцерковился»? «Воцерковился» значит, стал уже неотъемлемой частью Святой Православной Церкви, ее чадом по духу Ты можешь сказать с апостолом Павлом уже не я живу, но живет во мне Христос И исполнил ты слова Христа, потому знают все, что вы мои ученики Если будете иметь любовь между собою Принадлежность к Церкви неформальная только в связи с каким-то, может быть, не вполне осознанно принятым крещением в минувшие годы А живое участие в церковных богослужениях, прежде всего в приобщении святых христовых тайн, всегдашних церковных молитвах О праздниках ее, в трудах постнических, которые устанавливает Церковь накануне больших своих праздников И во всякой Седмице в дни страданий, в дни предательства Господня, в среду, в пятницу Для церковного человека свойственно чувствовать своей подлинной духовной родиной Церковное пространство со всеми ее установлениями Ему все время хочется на богослужение Он все время готовится причащаться к святых христовых тайн Даже его личная жизнь, его приоритеты и выбор спутника жизни Ближайшего родственника на всю оставшуюся жизнь Является вторичным по сравнению с сохранением верности церковным установлением Там, где нет законности союза, там, где нет для чувств человеческих, пускай и взаимных Церковного убранства, соответствующего законной венчанной семье Там для церковного человека сами свои горячие чувства являются только лишь поводом для покаяния А не для осуществления любой ценой своих пожеланий, направленных на другого человека Сильно ему желанного Церковному человеку свойственно правило жизни духовной Поставлять выше всех остальных правил и законов Ему не свойственно малодушие перед сильными мира сего Потому что действует в нем слово Божье Не бойтесь от убивающих тела и потом не могущих ничем повредить вам Но убойтесь того, кто и тело, и душу может погубить навсегда в гиене огненной Для человека церковного страх Божий и нежелание огорчить своего Создателя Гораздо выше, чем те самые мирские опасения, которые делают нас малодушными Перед сильными века сего и очень обеспокоенными своей земной участью И перед лицом врагов, и перед лицом болезней Для церковного человека свойственно многое говорить так же, как апостолы Хоть внешний наш человек тлеет, а бачи внутренний со дня на день обновляется Уже не я живу, но живет во мне Христос И если есть мне чем похвалиться в делах моей жизни То только не своими силами, а благодатью Божией, которая действует во мне Человеку церковному свойственно навсегда стремиться оплакивать свои грехи Даже кажущиеся незначительными перед Крестом и Евангелием В присутствии священника Духовная гигиена становится для него потребностью Большей, чем гигиена телесная И не так важным для него становится быть всегда свежевыбритым И припудренным, и придушенным такими ароматами земными Для произведения впечатления на лиц противоположного пола Сколь важно ему иметь душу свою, не запятнанную никакими, даже небольшими прегрешениями Поэтому для него душевный комфорт связан исключительно с возможностью Частого посещения исповеди и возвращения своей душе Освященного, чистого, мирного состояния Церковный человек уже научился, по слову Господню, у самого Господа Что такое кротоким быть и смиренным сердцем Старается ни с кем сильно не спорить, не пререкаться, не настаивать на своем Не выражать своих капризов и недовольств Помни, что Господь правит миром И все попущения, не самые приятные Оказывают целительные действия на душу Как горькое бывает в пище, наиболее полезное, а не сладкое Так и по самим событиям жизни признает он большую нужду в некомфортных и не очень-то миром любимых приключениях Тогда как именно в них обретается для него польза в преодолении трудностей Церковный человек пишет, как святитель Лука, воин Исенецкий Я полюбил страдания, некоторая неизбежность многих преодолений в этой временной жизни Делает человека церковного ближе ко Христу Ибо с ним, преодолевая скорби, он от него принимает и постоянное взбадривание и укрепление Так, как и обещал Господь всем любящим его Достигается эта воцерковленность всегдашним посещением богослужений Стремление к этому, посвящении своей трудовой деятельности, духовной пользе людей А не только зарабатыванию денег для материального своего выживания и благополучия Все это вместе и представляет образ человека церковного Являющегося живым, участником самого божественного бытия Несмотря на то, что жизнь его пока протекает среди земных измерений Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok